Приветствую вас, братья и сестры! Мы с вами сегодня будем продолжать наше рассуждение на тему «Жизнь Иисуса в нас». И сегодня мы будем рассуждать на тему «Как питаться пищей Иисуса». Я хочу спросить, если есть в нашем собрании те, которые уже день или два не ели, если вы в посте, это не считается. Если таковы есть, выйдите, вас дежурные в течение пяти минут накормят и возвращайтесь сюда принимать духовную пищу. У нас был брат один пожилой в церкви, откуда я родом, и когда мы молодые приходили к нему на беседу, чтобы получить духовную пищу, он всегда усаживал за стол, говорит, хочу, чтобы вы поели, попили чай, могли спокойно слушать Слово Божие, не заботясь о том, что вам хочется кушать. Вот. И мы с вами будем говорить о духовной пище, о физической пище. И знаете, может быть, если бы мы точно такую же, или если бы наш физический человек питался так же, как духовный, ну, может, не у всех, то я думаю, мы, наверное, были бы стройнее и выглядели бы тоже немножко по-другому. Читаем Евангелие Атеана 4.31.42. Между тем ученики просили его, говоря, рови, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорил им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того веровали в него по слову женщины, свидетельствовавшие, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число веровало по его слову. А женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Мы говорим о том, как питаться пищей, что это за пища, почему она нам необходима, и какой будет результат этого питания пищи Иисуса Христа. С чего началась эта история. Если мы смотрим выше, в начало 4 главы, то мы видим, что Иисус с учениками из Иерусалима идет в Галилею. И для тех, кто может быть знаком немножко с географией, естественно, это был самый прямой путь туда, через Самарию, короткая дорога. Однако мы в 4 стихе встречаем интересное слово, которое у нас переводится как «надлежало». Написано «ему надлежало проходить через Самарию». Что интересно у этого слова, что если мы проследим его использование в Евангелии от Иоанна, оно всегда используется и указывает на Божью волю и Божье провидение. Говорит о том, что нет случайностей. И в этом пути, в этом намерении, то, что Писание говорит, надлежало ему проходить через Самарию, тоже мы понимаем, естественно, не было никакой случайности. И эта встреча должна была состояться, и в этом была воля Божия, и в этом было его дело. И мы знаем о том, что самаряне были такой вот смешанной этнической группой из евреев, из язычников. И, как нередко бывает, их презирали и те, и другие. Более того, особо набожные евреи, они даже не проходили через Самарию, они ее обходили. Для этого нужно было и Ордан пересекать. Ну, и у самариан был свой закон, свой храм, свой взгляд на даже историю евреев. И вот ученики приходят с Иисусом к этому городу Сихаря, останавливаются у колодца. Написано, что Иисус, утрудившись, сел у колодца. И здесь мы видим указание на его человеческую природу. Шестой час, который упоминается здесь, означает полдень, 12 часов дня. Жарко, хочется пить. Иисус остается возле колодези. Ученики идут в город для того, чтобы найти еду. И, знаете, и здесь Господь нам показывает, что, несмотря на физическую усталость, на, может быть, невостребованные физические потребности, для Христа было важнее совершить волю Божию и Его дело. И, знаете, физическая усталость наша, она нередко идет как бы рука об руку с духовными возможностями. Почему? Потому что, когда мы физически не способны, когда у нас есть, может быть, какое-то несоответствие, какая-то слабость, здесь нам наиболее ярко может работать Господь. И, знаете, вот редко бывает, может быть, когда для нас выпадает такая вот благоприятная ситуация, кому-то засвидетельствовать о Христе. Когда мы полны энергии, вот, все складывается хорошо, подобрали нужных людей, может, кто-то сам к нам подходит с вопросом и говорит, вот хочу покаяться, что нужно сделать? И как бы тут ему объяснил, он тут же покаялся и все. Такое бывает очень редко. В основном ситуации бывают такие нестандартные, сложные, иногда даже такие, ну, такие острые ситуации. И чувствуешь себя часто довольно неуютно, когда нужно что-то сказать, особенно, когда есть какое-то противление. Но именно в такие моменты проявляется сила Божия, особенно, если мы внимательно к этому подходим и стремимся быть орудием в его руках. Происходит беседа с женщиной о живой воде. Я надеюсь, вы, собираясь на это служение, прослушали проповедь, которая была на утреннем собрании. Мы на ней не будем останавливаться. Вот приходят ученики, и женщина буквально сразу уходит. Они говорят, Рави, ешь. И он им говорит странные слова. Он говорит, ну, говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. Ученики вокруг озираются, думают, ну, вроде тут рядом нет ни Макдональдса, ни Джимми Джанс, кто ему еды принес, вроде никого тут особо не было. Но Христос им говорит, у меня есть пища другая. У меня есть пища другая, и тем самым он, нисколько не упроменьшая нашей нужды в физической пище, указывает им на нечто более вечное, более ценное, то, что всегда остается с нами. И знаете, думая о физической пище, о духовной пище, иногда бывает, собираясь на различного рода мероприятия, общения или еще что-то, проблем с физической пищей у нас никогда нет. Вот, это всегда много, иногда чересчур много, это огромное разнообразие и все. Но а где здесь духовная пища? Чтобы не получилось, что физический человек уже встать не может со стула, потому что много всего было, а духовный человек водичкой пополоскал горло и пошел, так и голодный, и ничего ему не осталось. И неплохо, если как бы вроде вначале помолились, ну и в конце на расход попросили благословения и больше ничего. Какое соответствие в нашей жизни, вообще вот в наших разных ситуациях между физической пищей и духовной пищей? Где вот этот баланс, чтобы наш духовный человек не падал в обморок каждый день? Его нужно было реанимировать. И знаете, Иисус в этом тексте, Он сам дает определение, нам не нужно много гадать. Когда мы отвечаем на вопрос, как питаться пищей Иисуса, Он сам говорит. 34 стих. Иисус говорит им, моя пища есть. И дальше два таких критерия. Первое. Творить волю пославшего Меня. И второе. Совершить дело Его. Вот в чем заключается пища Иисуса. О чем здесь идет речь? Что означает творить Его волю? В чем это выражается? В чем заключается воля Божия? Как нам ее узнать? Как нам совершить эту волю Божию? Тем более, Писание говорит нам о том, чтобы мы познавали, что есть воля Божия. И более того, Писание дает нам обетование, что исполняющий волю Божию, он пребывает вовек. Итак, есть в Священном Писании несколько текстов, которые нам ясно открывают, что исполняя это, тем самым мы исполняем волю Божию. Я думаю, некоторые тексты вам знакомы, которые говорят, что вот это есть воля Божия. Или делайте вот это, потому что в этом воля Божия. И мы с вами коснемся нескольких этих текстов для того, чтобы мы имели понимание, что такое исполнять волю Божию, что мы должны делать. То есть, глядя на нас, человек со стороны может ли сказать, что да, он исполняет волю Божию или она. Первое – это перемена мышления. Перемена мышления. И Писание говорит о том, что для того, чтобы нам вообще понимание воли Божией иметь, нам нужно преобразоваться обновлением ума вашего. Это текст Римлянам 12.2. И это начинается с нашего покаяния. Это начинается с нашего покаяния, потому что там Господь дает нам нечто новое. Мы даже псалом такой поем – «Новое все дал мне Господь». И дальше там идет перечисление, что он нам дает. И вот после покаяния мы как раз начинаем вот этот путь преобразования ума нашего. Преобразование наших мыслей. И Господь дает нам вот это новое понимание. Мы начинаем мыслить по-другому. Мы начинаем меньше думать о себе. Начинаем меньше думать о том, что мы хотим. И стараемся больше понимать, а что вообще Господь хочет. Следующее – это пребывание в Слове Его. И то же самое мы находим в псалом 1 о том, что муж есть блаженный, который что-то не делает. Но вот оказывается, он что-то делает. Написано в законе Господа воля Его. И он о законе размышляет день и ночь. То есть человек, который хочет исполнить волю Божию, он находит время для того, чтобы пребывать в законе Божием и чтобы размышлять о нем. И действительно, это не просто формальное какое-то время. Это не просто чтение по графику, хотя это замечательно. Но это чтение, писание, не с божью того, что 31 декабря вдруг пресс-витер спросит в зале с микрофоном, ты прочитал Библию за год, как бы неудобно мне сказать, что нет. А это действительно, когда мы считаем это время не просто полезным для нас, но когда это время радует нас. Когда мы действительно хотим чуть больше узнать из Писания. Когда мы, читая библейские истории, библейские слова, имеем много вопросов. Почему? Потому что, когда мы имеем много вопросов, это означает, что мы думаем над тем, что читаем. Людей, у которых нет вопроса по прочитанному, это означает формальное чтение, когда они просто им неинтересны или не задумываются. И пребывание в слове его – это искренний интерес и желание познания, не просто буквы, но духа Писания. Еще один момент исполнения воли Божией – это молиться Господу. Есть текст 1 Фессалники, 5 глава, где три действия, и потом написано «Ибо такова воля Божия о вас во Христе Иисусе». Так вот, одно из этих действий, которые там записаны, – это молитва Богу. Молитва Богу. И мы понимаем, в чтении Писания молитва, без вот этих двух факторов нам как-то волю Божию в принципе и не узнать. Мы даже затруднимся сказать, что Господь от нас хочет. Без этого общения, как мы вообще можем понимать Бога? Как мы можем понимать Его намерение о нас? Как мы можем понимать то, что Он хочет, чтобы я делал? И поэтому обетование Божие написано, что когда мы что просим по воле Его, Он слушает нас. Он посылает просимое в свое время. Еще один момент исполнения воли Божией – это освящение. Библейский текст так и говорит, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И мы понимаем, что перемена мышления, пребывание в слове, молитва – это все такие вот опоры или составляющие процесса освящения. И если мы хотим исполнить волю Божию, то для нас освящение обязательно. Это указание на то, что мы еще с вами чего-то не достигли. Это указание на то, что мы еще с вами на пути. Это указание на наше стремление вперед, на то, что Господь хочет, чтобы мы постоянно приближались к Нему, постоянно освящались. И этого тоже требует исполнение воли Божией. Быть благодарными. Тот же текст из Фессалоникийца. Всегда радуйтесь. Вернее, за все благодарите. До радости мы еще дойдем. За все благодарите. Получая новую природу, мы становимся какими людьми, братья и сестры? Благодарными. Мы становимся благодарными людьми, причем мы становимся благодарными людьми не только Богу за то, что Он умер за нас, за то, что Он дал нам спасение, вечную жизнь. Это все на своем месте. Но мы становимся благодарными другим людям за их участие, за их помощь, за их какое-то, может быть, ободрение, за их молитвы. Как верующие люди, это в нашей природе и в нашем естестве быть людьми благодарными. Знаете, нередко и здесь, в Америке, те люди, которым уже долго живут, и те, которые приезжают сюда недавно, они чувствуют, что им все все обязаны. То есть, если ты принадлежишь какой-то расе или какой-то этнической группе или приехал с какой-то страны, некоторые думают, что им здесь, в Америке, сразу все все обязаны. Никто вам ничего здесь не обязан, никто вам здесь ничего не должен. И вы должны быть благодарными то, что получаете. И такое вот чувство entitlement, которое есть здесь, в Америке, у определенных групп людей, что им должны оплатить то, что там когда-то что-то было или даже не было. Это не есть чувство людей, истинно верующих людей, которые хотят исполнять волю Божию. Исполнение воли Божией также означает в нашей радости. В нашей радости написано, что мы должны всегда радоваться. И тоже может быть сложный и непонятный текст Писания. Однако, апостол Иоанн немножко объясняет нашей вот это положение, когда он говорит, что, говорит, возрадуется сердце ваше. И дальше. Радости ваши никто не отнимет у вас. Встреча с воскресшим Христом, оно дает эту радость. Оно дает радость глубокую, дает внутреннюю. Написано, и мы верим в эти словописания, этой радости вашей никто не отнимет у вас. Несмотря на обстоятельства, знаете, эта радость может иногда быть со слезами. Эта радость может быть иногда в бессонных ночах, проходя через долину смерти. И мы знаем достаточно верующих людей, которые проходили через вот эти долины смерти, через трагедии. Но и они свидетельствуют, что все равно вот этой Господней радости она была с ними. Ее никто не может отнять. Если нету этой радости, нужна встреча с воскресшим Христом. Еще один момент исполнения воли Божией – это делать добро. Апостол Петр так и говорит, ибо такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. В этом тоже есть воля Божия, чтобы мы делали добро. Писание говорит, что мы с вами созданы на добрые дела. Христос много сделал добрых дел. Находясь на земле, оставил нам хороший пример. Далеко не за каждое из добрых дел ему сказали спасибо. Более того, Христос как-то с иронией, обращаясь к людям, говорит, я, говорит, много вам добрых дел сделал. За какой из них хотите побить меня камнями? За какой из них хотите побить меня камнями? Люди не нашли ответа, потому что понимали, что действительно делают они что-то неправильное. Знаете, и нам с вами, может быть, делая добро, то есть как бы две стороны одной монеты. Мы сами, как христиане, должны быть благодарными, но мы, как христиане, делая добро, должны понимать, что не всегда нас поблагодарят. Не всегда нам скажут спасибо и не всегда, может быть, даже заметят то добро, которое мы сделали. Поэтому Писание нас предупреждает и говорит, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Поэтому, братья и сестры, продолжайте делать добро, даже если никто спасибо не сказал, никто не заметил, Господь все знает. У него ничего не выбывает, у Господа какая-то своя шкала именно оценки вот этих добрых дел. У Господа нашего иногда получается, что вот стакан холодной воды или две лепты, оно может оцениться больше, чем тысячи долларов или еще какое-то дело. Я не знаю, как Господь оценивает и как Он будет оценивать наши добрые дела и раздавать награды. Я твердо верю в одно, что это справедливо будет, что это будет по справедливости и действительно, может быть, от нашей искренности будет зависеть. Но для того, чтобы мы делали добро, нам не обязательно иметь много денег. Мы не обязательно должны быть богатыми. Мы можем использовать наши способности, другие какие-то, казалось бы, может быть, маленькие такие вещи, но которые у Господа стоят много. Переносить страдания – это тоже является частью исполнения Его воли. Написано, что страдающие плотью перестают грешить, чтобы в оставшееся время уже жить по воле Божьей. И для исполнения воли Божьей нам тоже надлежит проходить через страдания. Да, у каждого своя мера. У кого-то это много, мы иногда говорим «чересчур», у кого-то поменьше. Но Писание говорит, что страдание – это навык послушанию. Страдание – это навык послушанию. Это любовь Бога к нам для нашей же пользы. И действительно, нам трудно это понять, особенно, когда мы сами через это проходим. Однако здесь Писание говорит, вооружитесь той же мыслью. Страдающие плотью перестают грешить. И страдания помогают нам не просто понимать, но исполнять волю Божию. И последний момент, что значит исполнять волю Божию – это оставаться христианином на работе. Такое уже более практическое. Вот, не где-то, может быть, там в духовных сферах. И в Ефесянам 6 главе мы так и находим этот текст, который говорит о том, что должны делать рабы. Повиноваться, не с видимо только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы. И дальше интересный оборот используется. Исполняя волю Божию от души. Братья, сестры, кто из вас на работу ходит и работает от души? Для себя ответим. Руки можно не поднимать. Но вообще-то работа наша нам должна нравиться. И мы должны идти на нее, так вот сказать, радостно. Как вот для того человека экзамен был праздник. А для нас работа тоже. Почему? А мы же в этом волю Божию исполняем. Особенно, когда мы от души работаем. Когда мы это делаем как для Господа. Представьте, какое свидетельство мы можем делать, не говоря ничего о Христе, тем, которые работают с нами. И знаете, как приятно слышать о наших братьях и сестрах, когда говорят, я вот встретился с тем человеком, хороший, работу делает добросовестно, молодец, по-божески берет и так далее. Свидетельства разные бывают. Но приятно слышать. А неприятно слышать, когда звонят и говорят, а он вот это сделал, а он мне не заплатил, а он вот это. Братья, помогите, разберитесь с вашим членом церкви. О, как печально это слышать. А это не есть исполнение воли Божией. Поэтому и в работе исполнять волю Божию от души, оставаться христианами и там. И не обязательно вы работаете на кого-то, или на вас работают люди, вы являетесь как бы просто подчиненным или каким-то менеджером или супервайзером. Но оставаться христианином и на нашем месте работы. И в этом тоже мы или будем исполнять волю Божию, или не будем исполнять. Знаете, однако, то, что печальным иногда остается, что даже человек, зная, что такое исполнение воли Божией, он все равно может идти против Бога. Он все равно может не исполнять волю Божию. А псалмопевец как-то восклицает и говорит, Господи, научи меня исполнять волю Твою. Что значит совершить дело? Мы посмотрели на исполнение воли Божией. Что значит совершить дело Божие? Знаете, вот исполнение воли Божией, то есть когда вот эти все моменты, о которых мы с вами как бы так быстро прошли, если они проявляются в нашей жизни, то они как раз и плавно так переходят или трансформируются в совершение Божьего дела. Что это за дело? Дело у нас одно. Здесь не будет много пунктов. Дело у нас одно – это приобретение учеников или последователей Христа и забота о них. Христос ясно об этом апостолу Петру говорит при встрече озера, он говорит, паси овец моих. Кто читает английскую Библию, две разных фразы употребляются – tender my sheep and feed my sheep. Паси овец моих. А потом перед Вознесением он снова обращается к ученикам и говорит, вы, говорит, приобретайте последовательные, идите, проповедуйте, и вот слово возвещайте, и крестите. И что это делается для того, чтобы церковь умножалась? И они делали ученики, это из них, и вот из 11 этих учеников, которые остались, потом больше присоединилось к ним, действительно церковь образовалась. И не просто образовалась, она увеличилась, чтобы Царствие Божие могло распространяться на земле. И знаете, вот возвращаясь к тексту Евангелия 4 глава, мы видим, как Христос переключается вот с пищи, когда Он говорит, моя пища есть, исполнять волю и совершить дело. Он вдруг, казалось бы, говорит совершенно о другом, не связанном логически с тем, что было до этого. Он говорит, не говорите ли вы, что еще 4 месяца наступит жатва. Как бы странный такой переход, непонятный для нас, как бы, ну а это о чем? И здесь, знаете, Господь показывает нам интересную возможность, то, что, мне кажется, нам иногда не хватает, когда мы находимся в общении, может быть, говорят о разных вот вещах, вот, переключить на духовное. Они, как бы, думаю, до этого шел разговор о жатве, поля были, и Он им говорит, как бы, не думайте, что уже 4 месяца и наступит жатва. Когда вот поле ты смотришь, оно сверху белым кажется, это как бы означает, что можно собирать урожай. Он говорит, нет, это не через 4 месяца, это сейчас. И, возможно, здесь идет указание, что как раз в этот момент жители этого города Сихарь, они поднимаются ко Христу. То есть, это было не так редко, что были одеты в белые. И Христос показывает ученикам на вот эту толпу в белом, поднимающуюся к нему, и говорит, вот ваша жатва. Они уже готовы. Его беседа с женщиной и свидетельство с женщиной уже подготовила эту жатву. Мы иногда можем, говорит, ну, исполнить волю, совершить дело, ну, через 4 месяца. Как иногда, говорит, ну, говорит, приди ко мне завтра, или когда я найду тебе нужным, позову тебя. А здесь именно сейчас не нужно откладывать на завтра на 4 месяца. Всегда есть возможность то ли сеять, то ли жать. У каждого из нас свой труд. Кому-то эту начальную стадию совершить, кому-то уже собирать урожай. Есть некоторые вещи, которые мешают совершать дела. Это если мы сами не верим, если мы используем неправильный строительный материал, если служим соблазном. И это все о том, о чем мы можем рассуждать и говорить. Итак, почему нам необходима пища Иисуса? Почему нам необходимо творить Его волю, совершать Его дела? Какой результат, если мы имеем это духовное питание? Этот же отрывок, который мы читали, обращаем наше внимание на 39-42 стихи. Многие самаряне уверовали в Него. Они просят Его остаться еще два дня, они общаются с Ним два дня. И уверовал, написано, еще большее количество людей получает спасение. И наш Господь Иисус Христос показал, как нужно питаться Его пищей, находясь в человеческом теле. Он показал, что значит творить волю. Он показал, что значит исполнить дело Божие. Он также показал нам результат духовного питания. И это означало возможность достучаться до людей, которые даже обществом были отвергнуты, с которыми никто не хотел общаться, которых презирали. Это были жители того города. Это была та самая женщина, которая тоже не была олицетворением святой и праведной жизни. Однако она получила спасение. Однако она получила возможность питаться пищей Иисуса. И результат этого питания – это свидетельство неверующих людей, которые уверовали, когда они говорят следующее исповедание. Он истинно спаситель мира. Помните разговор с женщиной? Она говорит, ну вот отцы наши, вот на той горе, вы вот здесь. И вроде как можно разными путями к Богу прийти. Вы себе, мы себе. И здесь вдруг такое яркое свидетельство от самарян и признание, кто такой Иисус Христос. Это не спаситель евреев, не спаситель самарян, не спаситель кого-то другого. Они говорят следующее свидетельство – Он истинно спаситель мира всех людей, всех, которые придут к Нему, всех, которые согласны принять Его. И вот такое исповедание будут делать люди, которые вокруг нас живут, если только мы с вами питаемся пищей Иисуса Христа, если мы только с вами исполняем Его волю и совершаем Его дело. Помоги нам в этом, Господи. Аминь. Аминь. Продолжение следует...